Сегодня день воспоминаний, и в сердце тесно от высоких слов. Сегодня день напоминаний о подвигах, о доблести отцов. Эти стихи ученики школы Аула Кубина посвятили своему уважаемому земляку, который когда-то учился в стенах этого учебного заведения. Но беззаботные школьные годы сменились суровыми буднями. Как и многие его сверстники, Хмара Дагужеев ещё юным мальчишкой отправился на войну. С 1941 по 1944 год принимал участие в войне. Был партизаном в Белоруссии партизанского отряда имени Чкалова. Замиранием сердца дети слушали рассказ о партизанах. Наш земляк был храбрым, отважным бойцом. На счету его отряда взорванные мосты и железные дороги. Два паровоза, которые тянули на фронт вагоны с вражеской техникой и оружием. А также сотни убитых гитлеровцев. Хмара Аслангиревич всегда рвался в бой. Если не было боевых действий, он ходил к начальству и добивался, чтобы ему дали задания. И всегда выполнял его успешно. К тому же он обучал бойцов военному делу. Вместе с тем Хмара Аслангиревич был добрым, отзывчивым человеком. Помогал попавшим в беду мирным жителям. У партизанского костра любил петь абазинские песни, отлично плясал лесгинку. Но, к сожалению, его век был недолог. Погиб Хмара Дагужиев героически. Хмара во время своего боевого пути совершил много героических поступков. О них очень подробно описано в замечательной книге Валентина Нижинского «Герой из Аула Кубина». Но, на мой взгляд, самый яркий подвиг – это его последний подвиг, когда, не желая сдаваться врагу, он взорвал себя и своих врагов гранатой. Это подвиг, который демонстрирует мужество, героизм и патриотизм. Из маленького аула Кубина на фронт ушло 249 человек. Из них живыми вернулись 108. Много горя, бед и страданий принесла война. Прибывшие на это мероприятие гости поблагодарили педагогов школы за то, что они бережно хранят память о своих героических предках. Сенатор Крым-Казаноков вручил учителям и представителям администрации Абазинского района от имени председателя Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации почётные грамоты за духовно-нравственное воспитание молодёжи. Мемориальная доска – это напоминание ненужному поколению о человеке, который является примером для каждого из нас. Дорогие родственники Хмары Аслангиревича, уверен, что педагоги, учащиеся, приходя в школу и глядя на мемориальную доску, будут вспоминать об ответственности перед своей семьёй, родиной и самим собой. Я уверена, что благодаря работе педагогов, благодаря вашим родителям, благодаря наставлению старших, и ваши педагоги, и ваши родители, и родные Хмары Аслангиревича будут гордиться тем, какими замечательными и достойными гражданами вы вырастите. Всё дальше уходит от нас годы Великой Отечественной войны и омытая слезами радости и горя Великая Победа. Она добывалась кровью и потом всего советского народа. Представители всех братских народов плечом к плечу защищали свою родную страну. И хранить память о них – наша обязанность.